Стратегию национальной безопасности США будем обсуждать с экспертом. С нами на связи Андрея Каллан, официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Андрея, здравствуйте. 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 У меня сразу вопрос по акценту. Почему акцент в стратегии сделан на Китае, если все мы видим, что Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и сыграть разрушительную, в буквальном смысле, роль на мировой арене? Почему тогда Соединенные Штаты обращают больше внимания на Китай, ну и глобально на Тихоокеанский регион? Я не сказала бы, что больший акцент на Китай и Тихоокеанский регион. Стратегия — это стратегия США, общая стратегия. И не забудьте, что очень важно в этой стратегии — это наши альянсы, наше партнерство с странами, которые разделяют наши ценности. И как была стратегия, которая была опубликована в марте прошлого года, альянсы являются очень центральными в этом документе. Так что США будут смотреть на вызовы, с которыми мы сталкиваемся во всем мире. Китай, конечно, мы видим вызовы со стороны Китая и в этом регионе. Но, тем не менее, наша работа будет продолжать с нашими партнерами в Европе, в том числе с Украиной. И будем делать все возможное, чтобы противостоять то, что Россия делает, чтобы дестабилизировать мир. Предусматривается, что можно будет возобновить свои преимущества и противостоять сегодняшним вызовам. В новой стратегии национальной безопасности США говорится о возвращении себе места в международных институтах и модернизацию военных возможностей. Давайте, что говорит по этому поводу президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Сможем ли мы сейчас? Джо Байден говорит о том, что укрепление этих союзов помогает реагировать на угрозы. Но вопрос вот в чем. А насколько оперативно реагировать? Потому что, например, такая угроза, как агрессия Российской Федерации, уже полгода она тянется. И здесь тоже вопрос оперативности реагирования. Если мы смотрим на помощь, которая была указана Украине и которая продолжается, это было довольно быстро передано. И мы видим, что, например, группа Рамштейна, контактная группа по поддержке Украины встречается регулярно, чтобы дать вовремя то, что Украине нужно. Так что я сказала бы, что вот эти альянсы, укрепление альянсов гарантирует то, что можем более быстро, более оперативно отреагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня и с которыми мы будем сталкиваться в будущем. Конечно, есть другие угрозы, связанные с изменением климата, с продовольствием. Вот разные. И существуют угрозы, с которыми мы еще не знаем. Например, вот полтора года назад мы не думали, что Россия будет вторгаться в Украину, начать войну с Украиной. Так что нам нужно делать все, чтобы укрепить альянсы, чтобы гарантировать безопасность, не зависит от ситуации, которая будет завтра. Чтобы мы готовы отреагировать быстро, оперативно, и что мы готовы работать вместе с нашими союзниками и партнерами во всем мире, чтобы не только Соединенные Штаты было безопасно, но чтобы обеспечить безопасность во всем мире. К слову о помощи, о реагировании. Напомню, что администрация президента США Джо Байдена скоро объявит о дополнительной помощи Украине. Об этом заявил накануне официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. США предоставили Украине около 13 миллиардов долларов военной помощи с начала вторжения России в Украину 24 февраля. Андрей, да, и я все-таки продолжу. Давайте оговоримся еще, что стратегия, по сути, которую мы сейчас обсуждаем, еще не принята, еще ее пока не утвердили, действует временная стратегия. Но я бы хотел посмотреть еще на одну стратегию, которая была предоставлена еще в 2008 году, по-моему, разведывательной организацией, аналитически разведывательной организацией Stratform. И там были прогнозы даны на 10 лет и, соответственно, на 100 лет. 10 лет заканчиваются в 2025, то есть через два года. А вот на 100 лет какой еще был дан прогноз, что, например, в прошлой конфронтации, которая проходила в Центральной Европе, это то, что касается России и Китая, по крайней мере, на начальной ее стадии, если говорить о прошлой, союзником России был Китай непосредственно, да, потом прогнозирует Stratform, что на этот раз Китай будет стоять в стороне. По сути, ну, если в общих чертах, мы это и видим, что в прошлый раз Россия полностью контролировала Кавказ, но теперь это будет не так. На Кавказе Россия столкнется с присутствием Соединенных Штатов Америки и Турции. И также здесь в прогнозе на 100 лет заложено то, что будет крах России в том или ином виде. Ну, что вызывает на самом деле у экспертов наибольшую критику. Скажите, в стратегии, которую мы сейчас обсуждаем по национальной безопасности, будет ли заложена возможность распада России на несколько частей? Вот стратегия совсем по-другому формулируется. Это чтобы укрепить то, что у нас сейчас, и чтобы быть готовы бороться с вызовами, которые существуют. Мы не можем предсказать, что будет через год, через пять лет, через сто лет, тем более. Но нужно делать все возможное, чтобы мы готовы к любому результату, к любой ситуации. И таким образом будем поддерживать демократию во всем мире, будем поддерживать демократические институты. И будем сотрудничать с такими странами, которые разделяют наши ценности. Конечно, это Украина, конечно, это Европейский Союз. Мы работаем очень тесно с НАТО. И будем надеяться на то, что мы можем положить конец этой войне в Украине, чтобы в будущем сфокусироваться на... чтобы строить демократию на всем мире, чтобы работать больше на дипломатическом фронте, и чтобы можно продвигаться дальше. Потому что действительно то, что Россия делала в феврале этого года, и то, что Россия продолжает делать в Украине, это нарушает все нормы, которые мы видим и во всем, что мы верим. Так что будем ждать публикации новой стратегии. Но я уверена, что в этом будет дальнейшее укрепление альянсов и наши отношения с нашими партнерами, чтобы гарантировать безопасность. А как вы считаете, новая стратегия нацбезопасности Соединенных Штатов Америки должна ли она четко признать, что помощь Украины для победы над Россией является не только стратегическим приоритетом в Европе, но и ключевым фронтом в сдерживании Китая? Ну, оказание помощи Украине это обязательно, это крайне важно для безопасности во всем мире. Потому что вот мы видим такие последствия, что случится, когда этот конфликт продолжается, что у нас продовольственная кризис, и у нас так много людей нужно было уехать из Украины. И нам нужно, мы будем помочь Украине столько, сколько нужно. И США будут бороться с вызовами во всем мире. Будем и работать, чтобы было безопасно в Тихоокаянском регионе. И будем работать с нашими партнерами в Африке, чтобы решить продовольственную кризис. Так что есть работа во всем мире, но вот помощь Украине сейчас крайне важна для стабильности в Украине, в Европе и во всем мире. И хотелось бы также напомнить в продолжении этого вопроса Анны, что публикация новой стратегии национальной безопасности это всегда про определенные исторические повороты. Вот 1950 год, например, если мы говорим о примерах исторических, президент Гарри Трумэн и Конгресс отреагировали на последствия грейской войны, удвоев оборонный бюджет. В 1979 году администрация Картера пережила аналогичную трансформацию из-за советского вторжения в Афганистан. И тогда президент Джимми Картер прекратил неудачную стратегию отношений с Москвой и увеличил расходы на оборону США, что в конечном итоге поставило советы на их место. Ну, Советский Союз имеется в виду. Что далее привело к развалу Советского Союза. Вторжение Путина в Украину должно послужить таким моментом, судя по всему, для пробуждения Байдена, да. И администрация Байдена, возможно, должна поставить Америку на тот путь к победе геополитической конкуренции. Как многие говорят в истеблишменте американском, что Байден намного больше делает даже, чем обещает. Ну, хочу говорить немножко о стратегии, сама стратегия. Это такой документ, который, ну, каждый президент опубликует свою стратегию. Некоторые опубликуют на первый год президентства, некоторые на втором, некоторые пару раз во время администрации. Так что это просто такой документ, который показывает, как, в каких рамках администрация будет действовать, будет работать. Так что ждем публикации новой стратегии. Но вот эта временная стратегия, которая была опубликована в марте, это действительно показывает, что вот дает нам видение, как президент Байден видит вот дальше, дальнейшее действие. Решение Путина начать войну с Украиной, это просто, это безусловно влияет на видение администрации, как они будут гарантировать безопасность во всем мире. Потому что это нарушает все нормы. И это просто, это несправедированная война. Это нарушает то, что мы ожидали. И мы, конечно, хотим, чтобы был мир, чтобы Украина могла развиваться, чтобы была территориальная целостность и безопасность в Украине, в Европе и во всем мире. И я думаю, что вот этот новый документ, который выйдет, будет иметь в виду все эти конфликты, все, что происходило в этом году в Украине. Это, конечно, влияет на формулирование этого документа. Андрей, по сути, можно было бы сказать, что в сложившейся ситуации в 21 веке Соединенным Штатам было бы, наверное, комфортнее даже себя изолировать от мировых кризисов, имея растущую экономику, внутреннее энергетическое производство, уменьшив, например, экспорты, чувствуя себя самой стабильной и сильной страной планеты. Но при этом Соединенные Штаты продолжают занимать активную лидерскую позицию и утверждают себя на этой позиции. То есть Соединенные Штаты продолжают оставаться лидером 21 века и будут, благодаря в том числе и стратегии национальной безопасности, направлять себя и свое общество туда, как это все и происходило все предыдущее время, по сути. Да, изоляция – это не в наших кенах. Честно говоря, США всегда работают с партнерами, мы будем иметь роль лидера в этом мире, чтобы будем работать с нашими партнерами в НАТО, в Европейский Союз и везде, чтобы гарантировать безопасность. И будем продолжать это делать. Конечно, вот эта война в Украине, это показывало, что это опасно быть зависимо от одного источника для энергии, например. И США давно говорили в Европе, что нужно дезинфицировать энергии, энергетические ресурсы. Так что будем играть важную роль, чтобы вместе с нашими партнерами продвигаться дальше и смотреть, как мы можем вместе решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Андрея, вы знаете, то, что Соединенные Штаты Америки не остаются вне, это, в принципе, и по действиям видно, и видно по той риторике президента США Джо Байдена, которая была ранее озвучена, и то, что он говорил в Варшаве, как он сказал о Путине, что этот человек не может оставаться во власти, и, по сути, Путин – главная мишень. Понятное дело, что в новой стратегии не будет таких ярких формулировок, но Киев рассчитывает на то, что там будет посыл для ярких действий, для того, чтобы остановить Путина, остановить эту агрессию. Вам говорим огромное спасибо. Андрея Каллан, официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, была с нами на связи.